Эй, всем привет! С вами снова Сергей Пономарёв, и снова новости уже далеко не за 60 секунд. Давайте сразу приступим, а то мне ещё Игру Престолов писать. Кто там сомневался, что Деста не выйдет на ПК? Вы волосатый мужчина с пиом, а вот зря сомневались. Сегодня стало известно, что студия Bungie, которая и делает игру, раздумывает над тем, чтобы выпустить игру на ПК. Конечно, раздумывать можно и лет 10, но я вангую, что это уже подготовка почвы к скорому объявлению, что игра выйдет таки на компьютере. Занимакс поведали, что ждёт нас с вами в ближайшем времени в их The Elder Scrolls Online. Ясно, что разрабы пока не планируют переходить на фри-то-плей, а надеются спасти шарашку улучшениями и дополнениями. Например, в скором времени обладатели ветеранских рангов ждёт уникальный соло-контент с очень крутыми наградами. Плюс изменят профессию энчантмент, мол, сейчас её явно переусложнили. Также обещают в скором времени открыть подземелья низких уровней для хай-левелных игроков. Не знаю, как всё это повлияет на успех предприятия, но чё-то сомнения гложут. Пятку вон уже съели. У Star Trek Online, похоже, скоро появится конкурент. End Games беспалевно так заявила, что готовит свою ММО на эту тему. Деталей мало. Известно лишь, что федерации и клингоны будут воевать с какой-то новой неизвестной ранней цивилизацией. Сколько же можно-то уже? Для этого нужно собрать флот, людей, ну и всё в таком же духе. По словам разработчиков, упор в новой игре будет сделан на космические сражения. Разрабы World of Speed рассказали, что в их новой онлайновой гонке будет гора тюнинга всякого. Если вам нужно херануть с дикой скоростью, купите себе мотор помощнее. Хочется красиво дрифтовать? Покопайтесь в подвеске и резине. Кроме того, каждый сможет заточить внешний вид авто по своему вкусу. Причём, говорят, все эти плюшки будут не за донат вот так вот. Ну что ж, а теперь нырнём в оффлайновый мир. Компания BioWare ударила по яйцам всем, кто ждал от них великих свершений. Они заявили, что в Dragon Age Inquisition не будет никаких 40 вариантов концовок игры. По-настоящему уникальных финалов несколько, а остальные варианты будут отличаться совсем незначительными деталями. Ну что ж, зато честно, другой на их месте эти незначительные концовки и выдал бы за оригинальные завершения. Стало известно, что Batman Arkham Knight появится в продаже в январе 2015 года. Ждать относительно недолго. Electronic Arts отмела мысль о том, что сериал Battlefield станет ежегодной дойной коровой. Патрик Содерлунд, вице-президент EA Studios, так и сказал, не переживайте. А скорый выход Hardline ни о чём не говорит. Мол, идею подобной игры DICE вынашивали давно, так почему бы и не выпустить? И в дальнейшем новые части сериала будут выходить строго качественными, креативными и вообще никаких привязок к срокам. Ну да. Всё, на этом интересное кончилось. Услышимся завтра. Не болейте. И вообще, чего не знает Джон Сноу, знаю я.